Ребята, в общем, знаете, что случилось? Она вернулась. Не успела до 100 лет. А что ты вернулась вообще? Она меня сильно любит, она передумала. Она говорит, я не могу без тебя, там холодно. Женя очень сильно просил, чтобы я никуда не уходила. Да, и она решила, и она приехала. Но я все-таки решила, что мне надо ехать, мне надо в больницу. Конечно. С результатами УЗИ и все остальное. Да. Привести себя в порядок, красоту навести. Да, и она вернулась. Та итог какой, чего ты вернулась? Я вернулась, потому что бумажка с моего УЗИ лежала не там, где надо было ей лежать. Потому что я ее положила. Я ее положила на видное место, на подоконнике. А я в шухлях. Она ее забыла. Я знала, что если она лежит на подоконнике, я ее не забуду, потому что я ее буду видеть. Нет. Женю она раздражала, что она там лежит. Он ее скрутил и положил в тумбочку. Я прекрасно понимала, что я ее забуду. Она вернулась по эту бумажку и потом решила, говорит, ладно, я уже тогда остаюсь. Я вернулась, Женя позакрывал все дворки. Ура! Ура! Ура, Вероника, теперь будет отставаться тут уже. Все, она больше не уедет домой. Все. А Женя вообще-то обещал, что если я не уеду домой, он сходит в мой день, разогреет мне супчик и сделает мне кофе. А теперь я ему говорю, разогрей мне супчик. А Женя говорит, нет, не буду, не хочу. Все, я так и знала. Я сейчас разогрею. Что это все? Нет, все, иду греть. Иду греть. Отвечаю. Не, иди серьезно. Да? Да, иду греть. Или вареников сварить? Я ничего варить не буду. Я тебе суп сказал разогрею, значит я разогрею. А, смотри какой. Нет, серьезно. А ты можешь мне яйца сварить? Хотя бы. Я очень хочу вареные яйца. Сварить яйца? Ну ладно, хорошо. Тебе придется вставать и варить яйца. Ё-моё, бляж. Ты что ж, видишь, я не поехала, а ты жертвуешь кем еще тебе будет теперь идти и варить суп. Ну не варите, а разогрею. Ну ладно. А я так и знала, знаешь, я когда шла на остановку, я почему-то, не знаю, я почему-то чувствовала, что я вернусь. Да? У меня, не, я тебе правда говорю, у меня какая-то чувачка была, что, что-то мне надо... А сколько яиц? А ты в пол будешь или нет? Да, да, три. Или тебе жареный? Три, да? Ну давай три. Крылатые... Давай кастрюлю здесь. То есть я победа. Я ж типа тебе помогаю. Ай, а, кастрюля. Женя! Что такое? Что ты очкуешь? Что такое? А что такое? Что ты так перепугала? Не надо. А что ты такого? Ну а что такое? А что ты догочкуешь? А? Не надо, не надо. Кровать не заправлена, кошмар. Женя, ну Алёна, ну что ты не подогнал? Не, не всему вчера, ну что такое? Что ты? Я поехала. Не, не, не. Да. А кто это пиво пил? Тебе ж нельзя, ты же ребенок. Так. Зачем ты пьешь пиво? Ну серьезно. Я еще и риски пью. Да ладно, я пью. Хм. Сейчас он на что-то говорит, что я еще и бухаю беременную. Жаль, я затошел. Снег вот, видишь? Угу. Парень. Парень. Да, это я выставила специально твои всякие кремики, духи, детечки. И все выставила так по размерчику, в рядочек. И куртки постирала. Постирала курточки, да. Две постирала? Конечно. Эту? Ну на. Красочки помыла твои одни, втори. О, да ты что? Да, ну они теперь белые, чистенькие. Она же свои не помыла, а твои помыла. Твои такие не помыла. Нет, не надо. Так они нормальные, а что с ними не так? Они не порванные, они где ничего. Да они, фу, уже блин, посмотри на них, они какие-то старые. Не старые они. Ты просто, ну, типа, сколько они? У меня одни красотки. Полгода? Ну, где-то так приблизительно. Надо выкинуть. А новые купить. Нет, ну и меньше. Я уже с айфоном купила. Все помимо этого. Когда этот? В айфон пойду. Ой, в этот, в этот. В любом. В айфон? Ты тоже хочешь красотки? Нет, я сейчас нету денег. А что ты хочешь? Да я бы себе не знаю. Спортивный костюм. Потому что джинсы я уже ни в какие не влажу. Мне надо ходить, могу ходить в юбках, в платьях, но еще очень, очень рано. И очень холодно для платьев. Летом-то понятно, я буду в летних платьях ходить. Заходи в свой кабинет. Пока, документы взял? Да. А ручку? Нет, ручка нет. Все, ребята, это мой кабинет, я сюда захожу. Я буду здесь сидеть, буду, короче, записывать на запись людей, которые хотят. Я не буду ручку, у меня все в электронном виде, 21 век. Так что, все, я сажусь. Ну как я? Красиво. Нормик? Эротично. Эротично? Очень. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Но в твоей черной тебе лучше все равно. А ты такой прям, как какой-то мальчик из плэкбоя. Я мальчик из плэкбоя. Эротичный. Эротичный? Эротичный. Давай, слушай. Бэйба. Ну ты, спасибо. Что? Пирожки с капустой. Пирожки с капустой. Что вы сел? Вкусная? Пирожки с капустой. О, где ты такой пакет взяла? А где это? Кто-то тебе принес. Зайчик. Зайчик? Да. Ничего себе. Угу. Давай с лимоном. Тут у тебя передачу передали. Угу. Мама передала? Эээ, зайчик. 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 А это не такие. Ты ожидал, что у меня тут и такие. Я ничего не покупал. Я тут при чем? Зайчик. О, зайчик алкоголик. Нет, этот зайчик не алкоголик. Этот зайчик что-то перепутал. Это, наверное, кто-то зайчику передал. О, нормально. Ого! Да ты что? Ого! Тут может не один зайчик мне придавал? Ё-моё! Что это такое вообще? Это... Это... Ну это зайчик. Это нормально. Ну это заяц ест, да. Ого! Тут походу целых три зайца. Нюха будет. Ого! Нормально! Тут походу не один зайчик. Слышишь? Да я вижу, да. Это сухарики наверное одни мне, а вторые зайчику, да? Ну я не знаю. Я не знаю, кто тебе передал это все. Ооо! Да ты что? Зайчик там какой-то не худенький наверное. Мне тоже кажется, что он пузатик. Ооо! Это тоже зайчик у него. Конфеты! Конфеты! Твои любимые. Как они называются? Называются... Ну не вкусные. Ника говорит, что они реально вкусные. Ааа! Шоколадная ночь. Да. Шоколадная ночь. Мне нравится. Вкусные. Я не люблю просто черный шоколад, а эти с молочной кукурузой. Аааа! Это что-то должно быть вкусное. Очень. Вот свою тебе передачу передали походу. Огурцы. Ммм. 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 Беременные сладости. Аккуратно, там где-то дырка. Там зайчик погрызть, наверное. Этот зайчик даже дойти не мог, да? Я не знаю, честно. Я даже не знаю, кто это сделал. Очень интересно. Говорят, что за бутылку зацепилась. Ну вот, видишь. А я думаю, это зайчик не дошел. Это над зайчиком две. А вот с капустой, видела? С капустой, это мне. Я люблю не сладости. Классно? Да. Видишь как? Ммм. Ну тоже. Это меня, наверное, зайчик задобрил, что он будет выпивать. Я не знаю, зайчики не пьют. И он решил это самое. Нормально, да? Да. Жалка майонезика не была, конечно. Да, это майонеза. Сказали, что майонеза нет. Мы вам передаем. Смотри, красивая упаковочка, да? Угу. Ну попробуй. Хер его знает. Вкусно вообще или нет. Смотри, сколько языков. Ну тоже. Вкусно пишут, а с пиццей и с рыбой? С пиццей и с рыбой? Наверно так и есть. Все, зайчик приходит и раздевается. Оу! Огурцы! Таким маленьким ножичком, да? Да. Не, ну может взять тебе большой, если хочешь. Смотря как и другое. Ребята, одна из самых вкусных рыб, это рыба. Как она называется? А я не знаю, я у тебя спрашиваю. Кумбрия. Кстати. Ну она красивая такая, полосатая. Я видела одну штуку. А, это селедка чистится. Вот как-то вот так вот берется. А, я тоже видела. Есть. Ну если я сейчас так сделаю. Кстати, говорят, что это правдивый. Ну. Так, откуда нет? Ты же голову, а ты же вообще рыбу не ешь, да? Нет. Ё-моё. Мы сейчас сделаем. Видишь, смотри, как я вырезаю пузо. Видишь? Её ещё и чистить надо. Её не надо чистить. Ты просто берёшь. А что тут такого? Что? О! Смотри. Её помыть надо? Можно даже, ладно. Можно и помыть. Давай. А что тут тут? Это всё чистенькое. Это смотри. Я не знаю, я очень люблю такое. Ну что тут фуни нету, я тебе скажу. Она красивая, полосатенькая. Да? Угу. Сейчас ножичек помоем, потому что у них тоже не может помыть его кроме... Само-самое, конечно. Ты же понимаешь. Ага. Надо. Надо. И потом дизайн такими небольшими кусочками. Вот такими вот. Ну, кому-то большие. Я вам смотри, какая чистенькая. Посмотри. Посмотри, какой ножик она точит. Виталик сам его точил. Виталичек, да. Виталичек молодец. Вам такая интересная получилась. А теперь смотри, можно взять и вынуть на тарелочку. Понимаешь, красиво. Или на тарелочку. Сейчас покажу. Ну, наверное, у тебя лучше это получается? У меня лучше. Я по выкладыванию у нас мастер. Смотри, как мы делаем. Мммм. Смотри, как красиво. Смотри, как Женя делает. И хвост обязательно. Да, да. Дальше. Дальше. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Сейчас мы моем ручки. Обязательно. Моем ручки. Вытираем. Дальше мы открываем здесь. Смотрим, что нам надо. Подсолнечное масло. Мастер шеф прям. А потом берем просто. И чуть-чуть. Ну, она ж очень жирная. Это ты много? Ничего, ничего, ничего. Все. Смотри, как у меня все хорошо. Какая презентация. Это моя презентация. Какой хвост. Вау. Да. Потом мы берем лучок. Давай я сама уже лучше дальше. Ты сама, да, это все сделаешь? Ну, то есть тут надо разрывать, я этого не сделаю. Ой, тут надо не вытягивать. Что случилось? Да. С другой стороны, наверное, надо было. Все нормально. А это ты специально крылья, да, наверное, брал? Ну, типа, ну знаешь, оно классно, когда еще зелень сюда нужно. Давай. Да. А я буду готовить картошку в мундирках. Жанна захотела. Да. Ооо, это ж меня теперь вот это убирать. А, подожди, надо убрать это. Да, после себя обязательно надо убрать в коробку с подпицей. У меня как там мало всяких вот этих. Друзья, вы посмотрите, какой стол накрыла Ника. Да. Сейчас я покажу. Она себе вермишалечку сделала. Я не кушаю такую картошку. Да, я не кушаю такую картошку. А я захотел настоящей украинской такой вот кухни. Это мундирочка. Мундир. И селедочка. И цебулька. И цебулька. И все. Ну, это будет кайф. Ну, и можно. Можно пиво еще для полного. Бутылочку. И будет вообще бомба. Горячая. Я так не люблю это чистить. Ребят, скажите, пожалуйста, кто-то пробовал все-таки стирать кроссовки в стиралке? Ты, наверное, туда убери это все. Я уберу. И даже оттуда все надо достать, да? Ну да. Сейчас будем пробовать стирать кроссики. Я решила... Дай покажу. Что... Просто стирать кроссовки мне в подляг. Лучше закинь их в стиралку. Ну, попробуем. Ребят, не знаю. Они тропчаные. Может, кто-то из вас когда-нибудь стирал? Тропчаные как раз и... Я никогда просто этого не делаю. Это Ника говорит, что... Ты стирала так уже? А у меня кроссовки. У меня нету с тканью кроссовки. Ты мне еще спасибо скажешь. Хорошо. Окей. Может, я не ошибаюсь. Никогда в жизни не видел, что тут нужно было стирать. Стирают, конечно. Ты что? Запомни, как они выглядели до. Хорошо. Надеюсь, после все будет хорошо. Окей. Так, это положу, это потом постирай. Так. Фух, страшно мне. Давай. Ну, что стараюсь? А шнурки может закинуть туда сразу. Да я постираю так, чтобы... Руками? Ну, давай. Давай. Лей. Ого, зачем ты полный ливешь? Чтоб выстирались хорошо твои красотки. Нету, да? Уже надо жидкость покупать. Ну, ему еще и есть. Блин, чуть осталось. 40, да? Лучше? Я тоже так думаю. Ну, давай, ну, что же. Включаем? Ну, да. Давай рискнем. Блин, ребята, качково. Пипец. Да нормально, давай, ты еще будешь рад. А, смотри, сразу 38 минут добавляет. Прикинь. А сколько было? 28. Если... А если 30 минут... А, видишь, оно... 90 час будет. Короче, на 40, здесь на 40 ставлю, да? Ну, да, давай. Блютуз нам не надо. Ладно, поехали. Все, ребята, кросики там. Е-хуу. Давайте. Надеемся на лучшее. Надеемся только на лучшее. Вон они. Да, нормально, нормально должно быть. Да? Да. еще спасибо мне скажешь подожди они будут такие пахучие чистые да блин так страшно никогда просто не стирал нет корсовки я никогда не стирал просто в хоть все хочу сказать микроволновки в стиралке вот на 40 поставили не знаю хорошо попробуем если мои кроссы убьются я тебя блин секир башка будет тебе ты ответственно за мои кроссовки если если убьешь сейчас мои кроссовки завтра я те кроссовки не куплю будем пробовать потом достанем кроссовки стирать ну там где кожа вот такие нельзя стирать а там у тебя тканевые такие можно и не тяжелые плюс вот эти кроссовки а черные в принципе да тканевые они во-первых легенькие у тебя во вторых все понятно мы поехали пошли дальше смотреть ребят мы смотрим maleficent включили сникой сейчас на паузы поставил в общем смотрим maleficent чистые не как пахнут пипец да ну вроде нигде не порвались чистые чистые даже подошва чистая фиге а в смысле с меня кроссовки вообще чистую день и порвались ну все все хорошо ты мне должна кросс и просто так ну все нормально ребят так что можете стирать если у вас тканевые кроссовки вообще круто смотрите вообще чистенькие 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 вообще бомбовые класс что благодари меня тебя я не знал и просто никогда не стирал в этой в стиралке честно никогда не стирал буду теперь знать вас спасибо большое мы должны